Уважаемые коллеги, кто заданное предложение, пожалуйста, что заданное предложение, что заданное предложение, пожалуйста, что заданное предложение, пожалуйста, заданное предложение. Уважаемые коллеги, уважаемые представители избирательного объединения, 3 августа в рабочую группу, сформированную постановлением избирательной комиссии Костромской области для приема и проверки документов, представляемых избирательными объединениями для выдвижения и регистрации областных списков кандидатов на выборах депутатов Костромской областной думы 6-го созыва, были приняты документы для регистрации заверенного нами областного списка кандидатов депутата Костромской областной думы 6-го созыва. От избирательного объединения регионального отделения Всероссийской политической партии «Партия Дева». Мы получили письменное заявление, в котором излагается просьба зарегистрировать данный список. Поскольку избирательным кодексом предусмотрено в поддержку выдвижения областного списка кандидатов выдвинутого избирательным объединением, которое по итогам прошедших выборов депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации, выборов в Костромскую областную думу, не имеет поддержки избирателей, осуществляется сбор подписей избирателей. В соответствии с требованиями избирательного кодекса нам представлены подписные листы в сбрашированном виде, в папках. Кроме того, вместе с подписными листами представляется протокол об итогах сбора подписей на бумажном носителе и в машиночитаемом виде. Это обязательные документы, причем по установленной нами форме. Мы проверили данные документы, каких-либо замечаний к нему рабочая группа не возникла. Впервые вместе с данными документами представляется также список лиц, осуществлявших сборку подписей избирателей. Причем на данных выборах у нас действует новая норма, этот список лиц в обязательном порядке должен быть нотариальным удостоверенным. То есть у нас нотариально удостоверяется сведение о каждом сборщике подписей. Вот такой большой документ мы получили и пользовались этим списком в ходе работы по проверке подписей избирателей. Уполномоченный представитель избирательного объединения нас письменно уведомил о том, что каких-либо изменений в областном списке и в сведениях о каждом кандидате, включенном в данный областной список, с момента его заверения и до настоящего времени, до представления документов для регистрации, изменений не произошло. В соответствии с указом президента нам были представлены уведомления от каждого кандидата, включенного в областной список, о том, что они не имеют счетов, вкладов, не хранят наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации. Ну и в соответствии с требованиями законодательства нам представлен первый финансовый отчет и прилагаемые к нему документы. Все эти документы были проверены, как и контроля ревизионной службой, сразу же после получения документов еще для заверения областного списка кандидатов была организована проверка всех сведений, указанных каждым кандидатом, включенным в данный областной список, сведения. Прежде всего это сведения о судимости, о гражданстве и сведения о доходах и об имуществе, о профессиональном образовании. Все, что соответствующими органами выявлялось, было направлено уполномоченному представителю избирательного объединения. Прежде всего это касалось сведений о доходах и об имуществе. Был выявлен ряд недостоверных сведений. От кандидатов мы не получили каких-то пояснений на этот счет. Собственно говоря, это не требуется. Кроме того, 27 июля 2015 года мы получили ответ на наше представление из информационного центра управления Министерства внутренних дел по Костромской области о том, что один из кандидатов, включенных в список кандидатов, скрыл сведения об имевшейся у него судимости. Это Беляков Игорь Александрович, который был осужден 28 июня 2002 года Свердловским районным судом города Костромы. По статье 286, часть 3, пункт А, Б, УКР за тяжкое преступление сроком на 3 года 6 месяцев лишения свободы на основании статьи 73 УКР условно с испытательным сроком на 2 года с лишением права занимать должность на государственной службе сроком на 2 года. Освобожден 6 августа 2004 года по истечении испытательного срока на основании статьи 86, часть 3, пункт А, УКР, срок погашения по истечении испытательного срока. На основании данного ответа на наше представление избирательная комиссия Костромской области 7 августа 2015 года приняла постановление номер 1534 об исключении кандидатов депутата Костромской областной думы 6-го созыва из заверенного списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением региональное отделение Всероссийской политической партии «Партия дела» в Костромской области. Таким образом, Беляков Игорь Александрович, это региональная группа кандидатов номер 4, порядковый номер в региональной группе 2, нас уже исключен из областного списка кандидатов. На этом я бы закончила, и если поступят вопросы, готовы отвечать. Уважаемые коллеги, у нас по сложившейся практике после выступления второго срока, пожалуйста, прошу. Уважаемые коллеги, как уже было сказано, также избирательные комиссии были представлены 35 папок с подписными листами, содержащие 3009 подписи избирателей. По результатам проверки рабочей группы предлагается признать недостоверные 23 подписи избирателей, действительные 448. Как того, количество выставленных действительных подписей остается 2538. Хотелось бы обратить внимание, что в соответствии с методическими рекомендациями ЦИК России избирательное объединение вправе подать в рабочую группу соответствующие возражения для рассмотрения и возможного принятия тех или иных решений по уменьшению числа недействительных и недостоверных подписей. Однако, с момента получения этого протокола до заседания комиссии в рабочую группу возражений не поступало, хотя у избирательного объединения было двое суток. В ходе заседания и рассмотрения проекта итогового протокола по уменьшим представителям были поданы возражения. Было сначала подано возражения и были поданы возражения, носящие общий характер, которые также были рассмотрены в ходе заседания до подписания итогового протокола. Соответственно, в проект восстановления внесены те цифры, которые утверждены добрым протоколом. И в соответствии с данным протоколом, рабочая группа смотрит основания для отказа от регистрации областного списка кандидатов, выдвинутого в избирательном объединении регионального объединения Российской политической партии, партия делов областного списка кандидатов. Спасибо. Спасибо, Александр Петрович. Прошу, уважаемые коллеги, порядок вас такой. Сначала задают вопросы члену права решающего голоса. Прошу. Коллеги, ваши вопросы к докладчикам. Коллеги Николаевны, вопросы, пожалуйста. Нет вопросов. К Владиславу Викторовичу. Прошу вопросы. Тоже нет вопросов. Есть вопросы у представителя политического права. Прошу задать вопросы. Коллеги Николаевны, сначала. Можешь как шелить начать комиссию изainen участия одного голоса. Очень рад. Коллеги Николаевны. Спасибо. Можешь как шелить, когда не было изменений в областном списке, а были изменения от данных кандидатов, которые мы соответственно подавали. Вместе с документами на регистрацию. Вопрос, вопрос. У меня даже вопрос не будет одна, реплика. На этом и право. Да, напоминаем все члены комиссии, с которыми была такая равная программа. Выставь Викторович, вот я немножко не понимаю, у нас были... Я прошу прощать, хоть и никогда не вопросов нет. Вопросов нет. Нет. Пожалуйста, Штатова Викторовича вопросов. Да, вопрос, Каратай, Владимир Викторович. Выставь Викторович, вот в его признавании некоторой подписи, какой был мощный представитель, когда был написан, немножко непонятно. Александра Огня, да, вы сказали, а не Александра, она была помощной представитель. Вот у вас протокол итоговый, да, который вы подписали. Ваши фамилии здесь написано, там не разборчиво. То ли Каратай, Ев, потом там другие фамилии, да, там тоже там непонятные. Давайте итоговый протокол, что тоже признаем, там недействительный. И зарегистрировали партию. Далее вопрос по поводу там вписок, которые там были. Это не помадка, это написка человека, который мог написать что-то. Почему эти подписи вы признавали недействительными? Спасибо. Павел Юрьевич, как я уже сказал чуть ранее, что в избирательном объединении было двое суток на подачу возражений в рабочую группу по тем или иным подписям, признанным недействительным. возражений в избирательную комиссию, точнее в рабочую группу при избирательной, по проверке новых подписных листов с подписями избирательных, не поступило. Как заметил господин Горганов. Уважаемые коллеги. Микола Дамича, я вообще в комиссии хочу выступить, поэтому давайте еще задать несколько вопросов. Господин Горганов, одну минуточку, я должен ознакомить вас с рекламентом. Я прошу прощения, если вы с ним не ведете, если у вас свои избирательные комиссии, прошу продолжать, мы будем тогда заниматься своей работой. У нас одна общая избирательная комиссия. Как вам случается? Вам возражения были подвольны, как вы сами сказали, во время составления протокола, то есть даже до момента того, как вы его составили. Поэтому, пожалуйста, на эти вопросы ответьте по существу, а не общими фразами, как вы там недавно говорили. И сразу дам следующий вопрос. Здесь тоже было, пока у меня есть, что там, три минуты. Следующий вопрос по поводу сплошной проверки. Почему вы проверяли у двух партий? Это была сплошная программа ФМС, а не у всех партий, которые подали свои документы. И опять же здесь написано, что «Подписал господин Барабанов, запрашиваем заявление, вы можете ознакомиться без мягкого знака, кто-то состоял не знает русского знака, русского языка, давайте позже признаем это основание или решение. Недействительно». «Подписал господин Барабанов, я не знаю, там не стоит». «Подписал господин Барабанов, в общем сразу не надо». «Подписал господин Барабанов. Я не знаю, что будет. Я не знаю, что это такое». «Подписал господин Барабанов, я не знаю, что это было. «А вы ответы понятен?» «Нет». вы принимали данное решение о проведении сплошной проверки. Спасибо. Вольф Каламе, пожалуйста, вам слово. Павел Юрьевич, мы этим занимались на рабочей группе. И я считаю, что сейчас здесь на заседании это неуместно. Поэтому если есть желание снова с данным списком ознакомиться, мы это сделаем после заседания. Избирательные комиссии в рабочую группу поступили возражения. Возражения поступили. Они изложены в письменном виде. Я прошу вас с ними ознакомиться. Кажется. Михаил Юрьевич, у нас... Возвращение, мы их видим. Отлично. Возвращение, говорим, что возражения не было. Понятно. Возвращение, возвращение. Если вы помните, я сказал, что... Я помню, что вы говорили. Спасибо большое. После поступала до... До подписания, да? Нет. С момента подписания протокола до заседания избирательных комиссий. Ни одного возражения в письменном виде в избирательные комиссии не поступило. Указанные возражения были поданы в рабочую группу до подписания итогового протокола. При них было голосование рабочей группы, которые приняли возражения к сведению и не нашли оснований существ. Но не все. Если вы без них писали, что там Амуревский, Нипомокоревский, это делалось сознательно или как-то еще? Не забывайте, что у вас тоже плохой почерк при этом предыдущем данный вопрос. Члены избирательных комиссий на Кариев, на Кариевский номер, где Буква-Кул? Соответственно, если вы не согласны с позицией, вы можете ее протестовать? И еще раз напомню, что возражений не поступало. Если бы вы поступили возражения, они могли быть рассмотрены до заседания избирательной комиссии. И соответственно, итоговые цифры, внесенные в проект восстановления, отличаются. И, кстати, уважаемые коллеги, там в одном из пунктов одражений написано, что рабочая группа не учитывала поступившие замечания от представителей избирательного объединения. Напомню, что в итоге в проекте итога протокола первоначальная цифра к исключению подписей была 504. За минусом тех данных, которые дублировались в разных финансиях. По данным рабочей группы, по данным ФНС, по данным специалистов ОМВД. Соответственно, с учетом замечаний, аргументированных представителей избирательного объединения, часть подписей была признана действительной. Так что, говорить о том или ином подходе избирательного рабочей группы не совсем как стильное место, не совсем корректно. Уважаемые коллеги, обратите ваше внимание на следующее. Партия Фарнас недалеко, как вчера, позавчера, в этом зале представила нам, уже после подписания этого протокола, еще Владослав Ильич, так любезно нас в Вене был, представила 164 возражения. И здесь, в этом зале, вот за этим столом, мы эти возражения классно и публично рассматривали. От партии Генн, как вы видите, не поступило ничего после подписания этого протокола. Однако те возражения, которые поступили до подписания нового протокола, в настоящее время обзреваются членами, но на судебниками комиссии, тем не менее, для того, чтобы по мотивам голосования у всех, всем, все было понятно. До того, как коллеги ознакомятся со всем объемом, и мы имели место в данной момент информации, мы голосовали, не приступили. Кстати, коллеги ознакомились, нет? Ответ СУФМС, то есть, потерял для подготовки возражения избирательного объединения, был. Напоминаю, что в соответствии с статьей 29-67 закона у нас со всеми членами комиссии, в том числе, председателем, секретарем и зампредседателя, равные права и обязанности, за исключением тех... Тем же, чем раньше не надо, то есть, вы имели право, так как они также обладают всеми правами, определенными, в статье 29 федерального закона, на основе граники, мы комментируем с документами, надеющими избирательными объединениями, в том числе, на машиноседателях, получать их копии, за исключение... Спасибо, я помню, закон. ...сведения, содержащие персональные данные. Хорошо, после заседания выдают копию, который написал заявление глава по сплошной проверке. Михаил Владимирович, пожалуйста, что будет, да, под вашим контролем это было, да, потому что до этого дня господин Каратаев отказался от давать это заявление. Все-таки, оно касается выборов и референдов, это непосредственно... Хотелось бы получить его это заявление... 256 подписей. Точнее, его подпись. Заявление одного гражданина. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, раздаконные коллеги, мы, естественно, подготовлены, поскольку уже все понятно, чем все закончится, это было понятно давно. Мы подготовим соответствующие жалобы, и это будет не только ЦИК, и будет Следственный комитет, поскольку мы все с вами находимся не только в едином конституционном и федеральном правовом гражданском пространстве, административном, но и уголовном. Поэтому Следственный комитет цель, и, соответственно, у нас имеются все основания считать, что были нарушены конституционные права граждан, соответственно, будет и это обращение. Что бы я хотел просто отметить, мне кажется, это будет полезно для последующей работы комиссии. Поскольку мы считаем, что только 43 подписи являются однозначно неподлинными, а самое главное, что я знаю те 428 граждан, тех конкретных людей, которые подписи давали, которые подписи делали сами, и подписи, которые признаны недействительными, недостоверными на основании совершенно несерьезного подхода, в том числе путание бомара, исправления и так далее. Я не буду сейчас подробно на этом останавливаться, то ко мне поступают обращения этих 428 граждан, в связи с тем, что они у нас по конституции являются единственным источником власти, и, соответственно, их конституционные избирательные права просто нарушены, нарушены в данном случае члены рабочей группы избирательной комиссии. И мне кажется, это не только крючкотворство, там кого-то с чьей-то стороны, но это очень серьезный вопрос. И люди спрашивают, чем они виноваты. Я им отвечаю, что они виноваты тем, что они связались с партией дел, которая вот в данном случае у администрации, скажем так, у бюрократов Костромской области, не нашла своего, так сказать, должного внимания и понимания. И я объясняю, что просто на самом деле в Костромской области, помимо того, что по бомаркам считаются подписи реальных людей, граждан Российской Федерации, недействительными, в Костромской области еще и общественные объединения все являются с разной степенью, так сказать, равенства перед законом и Конституцией. То есть нарушено абсолютно конституционное право от статьи 13 Конституции, что вообще общественные объединения равны перед законом. На основании какого-то липового, и мы примерно представляем, у нас уже сейчас собираются данные, кто инициировал это липовое заявление, все дальше собриком, 256 подписей, которые ФНС признаны недействительны, при том, что у нас основным документом, удостоверяющим личность гражданина, является паспорт, а не база ФНС или любой другой организации, в том числе ДАС-вэборы. И в этом плане понятно, что здесь нарушены не 13 статьи, а не последние два момента. Мы будем обращаться в том числе, соответственно, к правоохранительным органам, поскольку у нас есть понимание, что областная избирательная комиссия работала скорее не в сотрудничестве, в центральной избирательной комиссии. Я неоднократно прислышал, что нам дочуровало, так сказать, наблевать и так далее, и тому подобное. Все это я слышал, непосредственно слышали наши представители. А, как я понимаю, наиболее интересная связь это с областной администрацией. Вашему помощнику Михаилу Владимировичу буквально в субботу, или как далее, в воскресенье, в субботу, пришел телефонный вызов в самый разгар, так сказать, работы рабочей группы от человека с фамилией Ерин, что высветилось на соответственном телефоне. Когда госпожу Яновскую Татьяну Борисовну спросили, это тот Ерин, который областная администрация, интересуется, как там идут дела по поводу подписи партии дела, то госпожа Яновская сказала, нет, это мой любовник. У меня просто, в данном случае пока в избирательной комиссии, по возможности запрос сделать ФСБ, если любовник у Яновской с фамилией Ерин, и второй момент, запрос сделать ФСБ, имеется ли у госпожи Яновской любовник по фамилии Ерин. Наиболее, я думаю, здесь, собственно, суждение, просто интересно было бы с помощью органов узнать, имеется ли у госпожи Яновской любовник по фамилии Ерин, либо на самом деле имеется в виду какой-то другой Ерин, возможно, учредитель организации, признанный на стране, тем более, что я не собираюсь здесь что-то найти, отыскать и кого-то тут на что-то спотфитнуть, все уже давно понятно, вот, но мне искренне просто вас жаль, в лучшем я говорила, просто искренне. У вас было представление 164, да, у вас было по нас там дорожение, и мы все рассматривали, люди предлагали 20 человек, еще было записано района. Пожалуйста, это, это на решение, на чеком-то комиссии, пожалуйста. Спасибо, уважаемые коллеги. Позвольте перейти голосовать. Да, Маша. Что рабочая группа, которая разбирала практически каждую подпись, которая признана недостоверной и недействительной, в течение продолжительного времени. Мы начали работу в 14 часов, закончили ее в 19 часов 30 минут. И вот представители избирательного объединения присутствовали, это зафиксировано также документально, велась видеосъемка. Мы действительно согласились, мы голосовали за каждую подпись, решение принимали из коллеги Адна. Часть подписей мы все-таки из ведомости исключили. Но у нас нет никаких оснований не доверять специалистам из соответствующих органов. Это прежде всего управление Федеральной миграционной службы, и те эксперты, подчерковеды, которые работали вместе с рабочей группой в течение нескольких дней. Вам, коллеги, понятны по существу? Понятно. Ставлю просто голосование. Кто за? Я не дам вам продолжение, что голосовать. Кто за? Кто против? Кто выдержался? При одном выдержался? Решение прошло. Уважаемые коллеги, у вас, дякую прощение, я веду заседание, да? И коллеги ознакомились с представленными возражениями. Уважаемые коллеги, у вас есть вопрос по возражению? Совещайте. Есть у вас вопрос по возражению или нет? Нет. Какие будут предложения? Какие будут предложения? Проблема вопрос единственным. Хорошо, полно. Михаил Владимирович. Да, пожалуйста. Это показывает пересмотрение жалоб и предложений. Вот про нас вы рассматривали, 164, сколько там их было, да, там возражений. А когда начнем комиссии, предлагают рассмотреть данные ФМС, вы почему-то отказываетесь. Спасибо большое. Почему должна руководствоваться областная избирательная комиссия при проверке подписи? С ваших слов я поняла, что мы должны проверить все 428 паспорта. Так? Идет заседание. А их слов 428 паспорта проверили? Да, 428 подписи по среднему ФМС являются недействительными. Нет, это хорошо. Это уже может ошибиться. И, Игорь Михайлович, я думаю, что Каратайфа, который подтвердит, и Ольга Михайловна, и другие, и ФМС по-другому. Так что мы можем вылить по других подписях, которые были признаны недействительными? Ну, давайте мы сейчас сюда привнем все 250 человек, которые они подтвердят, чтобы отдавали свой голос и свою подпись. Вот, пожалуйста, вам прямой пример. Ольга Михайловна, вам это подтвердит. Уважаемые коллеги, предложение об отказе от регистрации областного списка кандидатов, то есть проект решения, подготовленный по результатам работы рабочей группы. Уважаемые коллеги, предложение обещанное Ольги Владимировны Владимировны, вам понятно, нет? По существу. Я могу поставить вопрос к вам с вами. Уважаемые коллеги, кто за принятие, а вот это было два альтернативных проекта, как видите, да? Кто за принятие проекта об отказе регистрации областного списка кандидатов, депутатов Казановской областной номер 6-го созыва выкринутого избирательного объединения региональное объединение шоссийской политической партии и партии делов в Казановской области, хочу голосовать. Кто за? И, наверное, у вас против издевавшихся? Если нет, на этом, уважаемые коллеги, у нас заседание областного избирательного комиссии заключения. Закончено, титул вопросы, предложение замечания и поведения объединения прошу. У вас один час, у вас три часа. Рабочие будут в комбинете председателя. Печать, это будет? Сейчас от определенного представителя подпишем. Спасибо. 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 Спасибо.